Пятна тоже наберешь через синий и белый. Чуть больше синего, чуть больше белого. То есть даже здесь везде появится голубой. Хорошо? То есть голубым, как будто бы у нас черно-белые возможности избавиться от белого. Ну, сначала просто белым. Нет, можешь вот этим сразу цветом. Можешь сразу раздавить. Желательно краски положить столько, чтобы было что раздавить. И кистью, можно мелкой кистью, деликатненько, ну и чуть мельче кистью, чуть-чуть порисовать все признаки. Рисунка только синие. Вот она, вот она. Сильно тонкую не надо. Значит, берешь голубилки, если надо эти, но только всех родственников, только родственников. И начинаешь набирать вот эти темноты. Вот эти темноты. Как карандашиком рисуешь. Помни, что у нас формат вот такой. Поэтому здесь с боков у нас чуть-чуть найдет дерево больше. Здесь чуть-чуть больше будет этой мглы. Ну, потому что там квадратика, а у нас не квадратика. Да, да, у нас не квадратика. Ладно, выше, чем степень напряженности дальнего. Мало того, ты видишь, там каскад. Значит, вот хорошо, что... Каскад крыши. Каскад. Где? Ну, гора намного ниже. А, ниже, ниже. Хорошо, что мы делаем это... Ничего страшного. Хорошо, что мы делаем это только через синий. Мы успеем познакомиться с рисунком, прежде чем напортим. Так, красивый сейчас рисунок. Сейчас надо цветовывать. Ага. Можно с розовым было бы зайти теперь чуть-чуть. С розовым накидаешь вот эти фиолетоватости. Накидаешь, накидаешь, накидаешь. Нормально, нормально. Я просто... Нам нужны теневые пятна. Теперь, когда у нас есть теневые пятна, чуть подбреваешь, где у нас светло. Берешь много белил. На кадме лазовый. Правильно. Только даже кадмий красный светлый. Да, да. Вот этот цветик берешь. Сыняющий. Да, и начинаешь укладывать плотно. Но густота этого плотного не так густа, как если бы я шпатлевал. Я ее раздавливаю, эту густоту. Густота, вернее, вот эта вот раздавленная разбеленность, она очень-очень сиятельна. Мало того, если надо окошечко достать, достала снизу синьку. Чуть больше этих цветиков. И вот ты занесла, занесла, занесла уже перемешанное. Оно уже тут же с голубеньким поперемешалось. Вот они, вот они. Вот они. Чуть-чуть одно в другое перемешивается, и тут же появляется цвет. Ну и, соответственно, и оранжеватости. Ну и, естественно, сначала подбрила, прежде чем положить вот такую нарядность. И тогда уже положила. Теневые могут падать от этих растений вырезанием вот таким. Прямо вырезанием могут падать. Потом, может быть, кистью чуть-чуть доиграем. Поняла юмор, да? Так, тогда немножечко давай и в тень загоним этих акварельностей. Позагоняем, позагоняем. Не, не, оговорил тебя. Нет, хорошо все, хорошо. Вот они там. Призраки, буквально призраки этих. Есть оранжевый в тени, он за счет рефлексов. То есть, это свет, а это отражатели света, которые тоже дали эффект оранжевого в тени. Не хватает оранжевости, доложи. Не хватает оранжевости, да. Чуть-чуть с желтиночкой, чтобы она все-таки заоранжелилась. И вот этих ребят солнечных, которые тут всюду стайками. Ага. Ну да, я понимаю, это самые любимые. Я понял уже тебя. Вот они, смотри. И чуть-чуть раздавливаем. Но только чуть-чуть, не очень активничаем в раздавливании. Даже вот разница в размерах даст уже эффект ближе, дальше. Почему нам нужна была сначала очень раздавленная краска? Чтоб теперь мочь дополнять раздавленную густоту, дополнять уже шпатлюющей густотой. Чуть-чуть вот эту вот желтоту, а заодно кирпичность. И она станет у нас еще поднаряднее. Вот эти теневые, чтобы они упали вот сюда, упали. Вот по такой траектории. Чтобы мы увидели, что эта шла теневая и повернулась. То есть обязательно вот этот поворот там-сям на вяжем, на вяжем, на вяжем. Идет, идет, идет. И она же, да, споткнулась. Так. Там вот эту лежачую плоскость обозначишь. Правильно поступаешь. Правильно. Можно сначала их себе вот так обозначить, а потом уже дополнить. Коричневый, голубой. Будет зелень в тени. Плюс к этому красноту. Будут разнообразия эти. Плюс потом вот эту нарядность. Желтый с бирюзой. То в пользу желтого, то в пользу бирюзы. Доразмешанный мазок и на теневую придет вот эта. Хорошего лихачества вдруг перешла в возню. Здесь возня, последнее дело. Пусть лучше оно будет приблизительно, но не вознюлисто. Но не вознюлисто. Ты согласна? Только не возня. Ну да. Посмотри. Посмотри. Тоже жестикуляция. Потому что вот это вот тюк-тюк-тюк. Как серий. Тюк-тюк-тюк-тюк. Это все. Это... Труба. Для такой картины эта труба. Подтверждено. 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 Вот оно. Вот оно. То есть выбранный язык живописи должен продолжаться. Согласна, да? Однозначно. Полностью. Чего зайков экономишь? Вам оставим. Вам же нравится. Здесь плоскость лежит. Покажешь, что лежит. Здесь плоскость по косой. Зайчиками наполнена. Тоже еще один выступчик симпатичный. Причем здесь красивенько тенистое. Тенистое недолюбливает густую краску. Поэтому расштриховываем. Логично, да? Да. Вот они. Тенишки. Вот он. Бортик. То есть такой нарочито геометричный кусок. Я там сейчас не могу понять, что там. Ну, накрутить здесь что-то. Накрутить каких-то геометрий. А самое главное, что достаточно, чтобы пришли сюда растения. А они там, зелень это чуть-чуть есть. Она подзаслонит чуть-чуть. Посмотри. Вот. Посмотри. То, что ты делала, вынуждала вырисовывать всю теневую. То, что делаю сейчас я, не вынуждает. Потому что мы видим, язык приблизительный. Да? Мы прощаем сразу художнику. Только потому, что мы понимаем, что это другой язык. Показать идею вхождения сюда, внутрь. То есть идею. Тень теневая. Не только теневая. Идею движения по направлению. Чуть-чуть там что-то торчит. Балкончик там. Да. Что-то растет. Вот. Причем, смотри. И непонятно, где растет, а где не растет, а красиво. А начинается быть понятно, и вынь да положь. Жесткий линейный рисунок здесь. И началось, началось. И тут мы совершенно попали. Потому что жесткий рисунок красиво, не по плечу новичку. Ну так уж, так уж это происходит. А приблизительный. Значит, ты поняла. Больше никаких капошни. Капошни никакой. Вот такие. Игры, игры, игры. И здесь тоже самое. Да. Спасибо. Зайчиков не хватает. Не боюсь. Так. Что, жестенький? Вот. Вот белец. У меня есть. Я уже выдавила. Угу. Как вот этот? Отвратительный. Вот такими кругляшками вообще не работаем. Вообще не работаем кругляшками. Сейчас покажу. Но почему-то они получаются. Надо наступить на горло песни. Я знаю, что у меня постоянно эти кругляшки. Ну это от такой опрятности, такой домашней. Да. Все должно быть ровненько, кругленько. Да. В линеечку. Ну и в линеечку. Ну и в линеечку. Может, сажает так цветы. Я говорю, природу не терпит. Мы так все забьем, да, белый? Но там же белый доходит. Много, да. Много, да. Много, да. Слишком, конечно, синие эти горы. А там они голубые. Хочется их сделать бледными. Смотри, они сразу стали вдаль. Да, они вдаль плачут. Надо расширять кругозор того, как поступает живопись. Потому что живопись, она иначе, чем мы себе толкуем. Мы так привыкли жить в атмосфере картинок, фотографий, что условный язык живописи для нас иногда, ну, трагедия. Мы не можем его никак для себя... То есть нужно смотреть побольше картин, пробовать побольше лихаческой живописи и видеть, в чем там прикол. Всматриваться, в чем прикол этой лихаческой живописи. Смотрите, сколько содержания появилось. При этом никакой конкретности. Все сплошное баловство. Смотри, смотри, как... Вроде бы я же перепачкал. Посмотри, какая красотень. Может быть, начать картину другого плана рисовать? Ну чего, вот, ну да. Ну это же тоже подходящий случай. Смотри, сколько обобщений. Это тоже подходящий случай. Смотри, сколько там всего. Говори. По-легкому. Есть еще такое, ступени ухода в перспективу. Вот они, ступени. Одно заслонило, другое. Темный свет, светлый, темный, темный. И ушло. От этого пола появляется выраженность ухода в пространство. Здесь чуть уже. Чуть с содержанием. Чуть-чуть с содержанием. Да. Вот, у нас здесь тоже этот круг. Вот он, круг уже. Сейчас посмотришь, какой там круг. Ха-ха-ха-ха. Я предчувствую. Можно было бы трактовать, что там тоже круг. Но там не круг, там зигзаг. Там вообще какая-то дорожка. Зигзаг. Смотрю, там дорожка уходит. Но можно было бы трактовать вот это пятно как круг. Ни в коем случае. Подпорная стенка там. Вот она, муть, 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 муть. Чуть-чуть перекрыта не мутью. А вот здесь можно не перекрыть чем-то? Здесь она явно должна быть. Что-что? Мы, ну, вот с этой стороны тоже, чтобы чуть-чуть закрывалась. Чтобы мы не знали, что там дальше. Ага, можно, можно. Ага. Это тоже из нашей оперы, да, движение? Ты заметила? Да, это движение. Мне надо сирену. Попробую нарисовать, чтобы все эти движения отточились. Это что, тень? Не-не-не, это... А, все, ясно. Приняла. Теневые недолюбливают густую краску. У тебя здесь кон краски, смотри, а это теневое. Вот оно, вот оно. Что там? Да ничего там. Солнечные зайчики и какой-то типа куст. С темными цветочками растет тень. Угу. Всюду зайчики, зайчики, зайчики. Причем, есть лоскутки зайчиков довольно крупные. Вот внизу, да. Вот аж такие. Правда? Да. Он часть целого пятна. Темного, целого. Ты только синий вычленила? Нет, темного еще есть. Нету, нету здесь темного. Вот темный я подкладываю сейчас. А ты вычленила? Только синий куст. Вот здесь вот столик хочу. Ну и что? Столик хочу, хотя бы намерку. Столик заслоняет вот эту теневую. Значит, сначала теневая пришла. Пришла теневая. А затем пришел столик. Логично? Да. То есть, выгрызла красочку. Поставила пятно столика. Поставила пятна вот этих. Вот я наделаю. Можно я вот эту вот? Я не понимаю. Скажите. Зачем ты сбрила? Зачем ты сбрила? Он какой-то странный такой. Давайте вот я его возьму. Там прикол было, что надо вот эту же было. Вот когда она там валялась. Адаптировать в среду. Его не надо было сбривать. Его надо было адаптировать в среду. А дальше пришел стволик. И пришли. Наверное, листочки будем на тряпочку делать. Сейчас, сейчас, смотри. Но эта розочка тоже не совсем отсюда. Здесь вот такой рыхлый рваный мазок. Я ищу здесь, сейчас. Смотри, ну я уже запаковываю. Ни фига себе. Сейчас я ищу картину. Вот ты планируешь, давай, где я хочу. Сейчас ты покажешь, что я хочу. Нет, скоро картину планирую. Вот так себе. Вот так себе. Очень расставленные, несъедобные. Да, да, да. Все сейчас. Я все уже испаковываю, я выхожу. Ну все, я уже все. И они не в пятне. Сейчас я из машины, давай перечисли. Не в пятне были. Смотри. Они должны стать частью стола. Частью стола. Ну я так уже делала, потом их отделили. По фактуре они не должны были быть такими. У них фактура слишком агрессивная. Да, да. По травмам. Конечно. А, брал его Игорь вот сюда. Ну вы сейчас не подселы, не подождите. А вы не подселы, да? Конечно, подождите. У меня в страну, в страну, в коррекции. Не знаю. Это трамвай. Тракой вот. Ну вы. Ну вы. Будет в раме, но можно пальцем. По пути. По пути. По пути. Угу. Вам же на любую станцию. У бабушки. У бабушки. Я думаю, как раз поедет. Ну вы. Мойте руки. Мойте руки. Я подержу. Мойте руки. Да, держи. Да, держи. Не, не, я не буду рисовать яблоки. Нет, я понимаю, но вы чисто схематичны, что что-то есть. Понятно, что схематично. Но накрыть я тоже не буду. Ну, хотя я могу. Не хотите нарисовать? Думаете, не яблоки, да? Да нет, ну это целая история. Малейшая ошибка. У вас ошибка. Да, запросто. И придется с пятном мочище. Укибала? Бонсай? Да нет, цветочки. Просто цветочки кто-то поставил в вазу. Ну и хорошо. Назад. Ну, потому что фрукты там не попал уже все. Уже надо переделывать, перестраивать. Да, да, да. У нас нет на это возможности сейчас. Так. В целом оставить, но чуть-чуть обозначить утолщение. Никогда чистый желтый не использую. Несъедобно. В листьях чистый желтый. Очень несъедобно. Вот деревья, он будет сейчас вот мягкими вот такими расчерками. Или сначала вот так вот это, да? А потом... Поскольку у нас очень много неба, потому что там квадратика у нас прямоугольничек, я чуть поприбавлю зеленцу. Чтобы неба не было так много. Вот, конечно, вот так можно увидеть одного катастрофчика. Точту, как мы... Как вы говорили... Но мы уже размещаем. Лучше. Настяки... Надеюсь, что вы великий, И это очень вкусно и великий сигнал. Поехали. Вы великий пар Cabinet. И это мой. А потом, что мы все-таки важны. Попрогаем. И великий парк. А что, Парина не придет уже сегодня? Там этого нет, но пусть будет. Хорошая пятна здесь накрутила. Со светиками. Да, я тебе забыла, она купила масло, сыр, масло зарастарило. До свидания. Спасибо, до свидания. Ага, до свидания. То есть где-то видны, где-то не видны. Да, да, перед ней можно перебить, конечно. Да, летите. До свидания. Тоже очень оформляет какая-то выразительная графика. Очень оформляет такие куски. И уже кажется, что там все есть, просто нам заслоняет эта веточка. Ну давай, поковряйся. Удобнее царапнуть, чем рисовать. Не, не, да, перед ней. Угу. 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 Там sự нагреваемых фонариев от геологии. Продолжение следует...